Быта старины собирала, вот зарисовки делала, вот как наши бабушки одевались. Ведь фотографии того же в Великой Черно-Белой. Вот она рисовала, как на Девчонковском Терапевтическом музее. Вот вы видели, у нее печь расписана, вот это как раз Уралосибирская Роспись. Вот видите, и двери, и палати. Палати мы не стали восстанавливать, потому что туда придется наклоняться. Ну и вот сам Атаманов, видите, вот фотография. Вот он, это его семейство. Кстати, жена там была Алтайка. Уже и Москва, и Петербург, и геологов вводил из Санкт-Петербургского университета. Сапожникова, Падуров-то был. А Сапожникова это Томский универ. Пойдемте. Еще сюда. Вот это не приняли мусульманские страны, у них же полумесяца. А этот знак, триединство, очень древний. Самое древнее изображение в пирамидах. Вот видите, одно из них, это богиня Хатур. Ведь у екиптян все будем графировать. Выскорствоводы, и в интернет нас не выставляют. Не, не, не. Вот это говорила Елена Ванна. Нам не надо ни в Индии ехать. Никакие чакры, как сейчас говорят, раскрывать. Это все равно, что... Ну, где же сейчас этим увлекается. Это все равно, что бутон розы взять и носить, и раскрыть. Она подойдет, секта не будет. Она говорила, вот пример для нас святых. Вот то, чем мы будем в будущем. А для этого нужно просто, как они, шить друг для друга. Да хотя бы друг другу. Второе применение. Вы тоже знаете, когда было свободное время, когда поляки заняли в Москву. Он уже тогда зимного плана ушел. Он же с ней был улыблен, с миром. И только с третьего раза он уже решился собирать в Москву. Мы и будем сказать, что его ботаники даже с Москвы прийтили к нему. И когда его репрессировали, то всего добилась реабилитация. В 31-м году он уже был реабилитирован, но было поздно, он уже не умер. И вот по кругу, я прошу вас, только мне не снимать. Нет, нет, по кругу. Я же никуда не выставлю детям, только своим ботанам. И вот по кругу, вот здесь везде, везде растения, травы сухие. Славик Ильича, они помогли только на русские. А там же, представляете, там есть только отделение. Был Слав Ревин, был не только художник. Он был ученый, биолог. Он работал, химик, он работал с лекарствами. Они с Юрием Николаевичем столько рецептов записали у аюрведы. Не этой современной, а той. Представляете, та аюрведа, вот представьте, 30-й год. Ну какая там цивилизация?